Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о программном продукте Microsoft Excel 2010. Цель этого курса – научиться использовать Excel для решения задач по учебе, работе, ну и для домашнего применения. Давайте рассмотрим, что нового появилось в Microsoft Excel 2010. В первую очередь, знакомые уже пользователи предыдущих версий ленты, теперь полностью перенастраиваем. Также появилось представление Backstage, на котором собраны все команды, которые напрямую не связаны с работой с файлом. Что касается более глубинных изменений, впервые представлена 64-битная версия пакета, которая позволяет работать с большими файлами при наличии 64-битной операционной системы. Два основных элемента пользовательского интерфейса Microsoft Excel 2010 – это лента и рабочая область. На ленте расположены меню и панели инструментов, которые рассортированы по вкладкам. На вкладке «Главное» расположены инструменты для работы с ячейками и текстом, изменения шрифта, формата и так далее. Также здесь имеются кнопки «Копировать и вставить». На вкладке «Вставка» находятся инструменты для размещения в документе графических и иных объектов, к примеру, диаграммы. На вкладке «Данные» имеются кнопки, которые позволяют осуществлять импорт и экспорт файлов, а также проводить некоторую их обработку. А для математических или статистических операций необходимо воспользоваться функциями с вкладки «Формулы». Под лентой находится рабочая область, разбитая на ячейки. Столбцы поименованы латинскими буквами – строки, цифры. Таким образом, адрес конкретной ячейки состоит из буквы столбца и цифры строки. К примеру, первая ячейка называется «А1». В Microsoft Excel 2010 существует еще один способ именования ячейки, когда и строка, и столбец обозначают цифры. Такой способ удобен при работе с большими формулами, а настроить его можно в меню «Параметры представления бэкстейджа». Для того, чтобы выделить ячейку, необходимо при помощи мыши или клавиатуры переместить на нее фокус ввода. Для того, чтобы выделить несколько ячеек, необходимо кликнуть на первой ячейке и, удерживая кнопку мыши, протянуть курсор до последней ячейки выделяемого диапазона. Также можно выделить несколько ячеек, находящихся в разных местах листа, удерживая кнопку «Контрол» и кликая по нужным нам ячейкам. А для того, чтобы выделить непрерывный диапазон, строку или ряд, мы можем зажать кнопку «Shift» и выделить первую и последнюю ячейку щелчками мыши.